Я раньше не слушал так, не заслушивался всеми песнями, как бы, то есть мне нравились определенные, там, тот же Golden Bars мне очень нравилось. Но сейчас вот этот альбом я прям вообще заслушал, то есть с переходом на русский язык мне стало очень нравиться, вообще эта музыка, все, концепция вся, какая бы она ни была там, в общем, мужики, заебись, ну зло делаете, если вообще здесь можно материться. Вот у нас и нет релизов. Был вот один релиз, он был таким, у него немного хаотик-хардкора там было, и как бы мы даже эту песню не играли сегодня, потому что, как бы, ну, блин, не хотим мы ее играть, не нравится нам это. И сейчас мы играем, ну, панк, панк, такой быстрый панк. Дал бы ты пинок под зад самарской тусовке музыкально? Надо бы, надо бы. Хорошего такого пинка, даже не музыки, а, в общем, тем, кто этим интересуется, потому что 40-50 человек на концерте, это нехорошо. Я бы не дал пинок, я наоборот, как бы, нет, пытался бы помочь ей, на самом деле, чем могу, там, подняться. Чтобы, блядь, ходило на концерты не 10 человек и не, блядь, там, определенные твои друзья, допустим, твоя группа играет, твои друзья приходят, адекватные люди приходили бы на концерт, блядь, не такие душнари, как приходят всякие пиздюки, там, блядь, на концерт, в Звезду, на всякие... Яниксы. Да, чтобы на Яниксы много народу ходило по-прежнему. Люблю Яниксы, ничего не могу с этим поделать. Я считаю, что все-таки здесь очень много... там, хороших мероприятий проходят, не только те, которые я организовываю, конечно же. У нас хоть и мало, там, групп, да, достойных, на мой взгляд, их, там, пересчитать по пальцам двух рук можно, но они все-таки есть, и их надо поддерживать, вот, поэтому все, все дело в слушателях. Если слушателю будет это интересно, все это будет жить. Если слушателю это перестанет быть интересно, соответственно, это все умрет, потому что без слушателя всем и никто. Писать в стол никому не нужно. Как Шак прекратил свое существование, то есть вообще ничего не было. Все самарские люди обленились, никто не ходит на концерт. Ну вот я сейчас рад, что хоть кто-то вообще ходит, и достаточно много людей ходит сейчас вот. Да. Хоть кто-то делает что-то для самарского музла, тяжелого музла. Ну, про Тольятти не буду говорить. У них-то все нормально, в отличие от нас сейчас. Но я думаю, сейчас вот самарское музло, оно все-таки поднимается. Благодаря Вульс, в первую очередь, я думаю, благодаря Вульс сейчас оно поднимается, потому что они делают вот хорошие гиги. На концерты группы Вульс надо сегодня делать то, что сделали сегодня все, то есть ноги и руки отдельно, ломали стойки, ломали фонари, скакали друг на друге, падали, вставали, потом еще раз падали, потом еще раз вставали. Ну вот именно, на концертах таких групп надо исключительно угорать, то есть я не понимаю тех людей, которые приходят просто поставить попить пиво. Ну да. Все молитвы, все крепче, чтобы дураков, безогрязки, внимающих, кто на цепи, искать комментов. Легче, ни в счастье, ни в совести, где ты найдешь? Свобода, мир, человек, никто, а цена ему грошь. Стро, тебе давить сильней, совесть и грудь, или взгляд Бога? Отчего не спрятаться, не убежать, и не скрыться в тех ногах? Никаких особых сюрпризов не ожидается, просто мы едем с совершенно новой программой, то есть из старого мы сейчас не играем практически ничего. В оригинальном составе наконец-то доедем до Европы. Если все будет хорошо, нам нигде не навешивают люлей, не разобьют тачку и вообще, и все такое. Случай к случаю, но на самом деле везде хорошо, везде, куда бы ты ни приехал, все равно новые эмоции и новые люди, в общем, поэтому путешествовать очень хорошо, особенно рок-путешествие это вдвойне классно. Субтитры делал DimaTorzok Волкам я хочу пожелать удачи в туре, поскольку парни лишний раз показывают то, что они являются одной из самых громких и самых энергичных групп Самары. И я желаю им еще раз это подтвердить вне просторов нашей необъятной Родины и сделать так, чтобы их в каждом городе во время европейского турне встречали так же, как и у нас в Самаре. угореть, отдохнуть, получить кучу эмоций. Бабок? Да, блядь, бабки, это все хуйня на самом деле. Мне кажется, славой такой, более не андеграундный, а уже более уровневый. Ну, как бы, это из всех моих музыкальных, так скажем, проектов, которые у меня за всю жизнь были, а их было серьезных три. Вот. Этот самый мощный, самый долгоиграющий, и я надеюсь, что он будет самым долговечным, даже не долговечным, а просто вечным. То, что происходит сейчас, это просто мой вот, не знаю, моя пуховая перина, в которую я падаю на каждой репетиции, на каждом концерте. Кто-то перед всклеерзает, И там перед тобой любит, А я хуялю нахуйQué, В окуритель нам застанет. В окуре! Оу! Охуеть! И только в окуре! Тука! Париться с рукой, Субтитры подогнал «Симон»